друзья всем привет снова на моем канале Захар Хорошко сегодня с вами хотел бы поделиться таким интересным видео на тему задняя часть автомобиля lada vesco sv почему именно выбрана для обзора именно задняя часть автомобиля lada потому что у многих производителей в том числе и тех которых я сравнил для покупки но не хочу пока делать рекламу автомобили все достаточно известны в классе которые между собой соревнуются за потребителем очень часто бывает момент что все нравится в автомобиле особенно передняя часть но на заднюю часть автомобиля как правило мало кто обращает внимание либо же она и мне нравится вот как раз таки lada vesco стала исключением из правил задняя часть автомобиля просто бомбическая классно великолепно сделано просто на ура поэтому ребят конкретно в этом автомобиле она и заслуживает особого внимания очень часто бывает что машина вроде бы понравилась и сбоку и сверху и снизу и спереди но задняя часть оставляет желать лучше почему потому что когда человек выбирает автомобиль он не задумываясь конечно но на подсознательном уровне сравнивает конечно же автомобили именно заднюю часть почему потому что многих универсалов производители даже с мировым именем часто все выходит великолепно а задняя часть это просто убожество и часто даже из-за того как машина смотрится частности универсал сзади отпадает желание покупать автомобиль потому что это как будто бы слеплено с чего-то другого очень часто вас вы сами знаете ребята часто с этим сталкивались что вроде бы все нравится великолепно но задняя часть убогая так вот еще раз повторю автомобиль lada vesco стала исключением из правил потому что задняя часть в этого автомобиля просто на высшем уровне я не знаю кто постарался кто прям такую идею изумительным выразил высказал написал нарисовал я думаю архитектор и проектор автомобиля был не один работала целая команда кто-то кого-то что-то посмотрел но сделали ребята просто великолепно поэтому я хочу вам как раз таки и показать за что мне понравился этот автомобиль непосредственно из-за задней части автомобиля ребят ну что пойдем покажу вам ребята итак ребята вашему вниманию доставляется на обзор автомобиль lada vesco св смотрим да ребят насколько красиво но трудно сказать что нет но идем мы конкретно смотреть именно заднюю часть автомобиля вот мы к ней подошли давайте посмотрим просто на корму да карман переходящая в задницу вот прям не стесняясь этого слова но задница автомобиля просто великолепно чего стоит вот этот вот x на фарах вот это когда мы едем ночью да и встречаем впереди идущий автомобиль lada vesco и у него отражателя светится вот этот из просто обалденно смотрится поэтому дальше смотрите как классно у него здесь стоит стоп-сигнал вы согласитесь что смотрится просто великолепно машина прям такая с парящая с парящей крышей и дает вот эта вот накладочка парящей многие обзорчики потом говорили я думаю вам это не уновилка поэтому смотрится просто классно дальше вот здесь сзади у нас идет противотуманный стоп-сигнал видите очень против противотуманный яркая подсветка вот здесь она идет да так называемый противотуманный фонарь вот видите сколько желающих посмотреть автомобиль видите притягивает внимание притягивает внимание автомобиль взгляд прохожих просто великолепно вот как красавица как вы спасибо большое нет баба Галина Николаевна идут в церковь молиться к Богу спасибо спасибо большое как вам машина нравится? очень Nissan? нет не Nissan Lada ну Nissan Lada Жигули прохожих да а вы лифт заграничный честно говорю от души просто вожу саму машину но на право отдала только купили любительские согласно больной Волкома и сказали только любительская а такую его не можете спасибо автомобиль вам очень понравился да? очень 8 прохожие просто на ура принимают данный автомобиль скрывать нечего нравится он всем прямо передается видите на расстоянии любовь к автомобилю и что мы дальше давайте ребят продолжим немножко отвлекли от темы вот здесь у нас стоит кнопочка это такой багажник видите как плавно поднимается крышка просто великолепно кстати газовые упоры здесь вот видите я сам протру чтобы видно было импортное ничего здесь как говорится сделано обрамление видите крышки пластиком очень красиво здорово великолепно смотрится здесь у нас крышечки для того чтобы попасть к замку надеюсь не придется туда попадать никогда пусть работает себе на здоровье дальше здесь вот есть выступ такой специальный скорее всего для кнопки для того чтобы в багажник сам опускался электропривод в багажник опция стоила 1600 ну я белорусских рублей но я пожалел денег на эту опцию надеюсь не зря так дальше вот здесь вот такие ручки большие видите очень удобно брать и закрывать багажник с любой стороны что справа что слева ручки просто великолепные как происходит закрытие багажника сейчас вам покажу обратите внимание тихо плавно никаких лишних шумов дальше когда открыли багажник обратите внимание на его размер он достаточно большой вот здесь стоит такая вот классная шторка как и что позволяет скрыть нам то что лежит в багажнике дальше вот здесь вот такая великолепная подсветочка с двух сторон кстати ребят ночью светит просто бомбически ребят просто шикарно вот здесь вот такая есть ниша можно что-то положить из мелкого очень удобно здесь вот такая сетка стоит вот видите какая сеточка сюда можно омывайку поставить и всякая разная мелочь которая вам понадобится вот здесь вот доступ идет задним стоп-сигналом видите вот он открывается здесь дальше здесь у нас с вами есть вот такая вот ниша вот таким вот образом открывается и здесь внутрь попадаем просто для сравнения положил сюда аптечку чтобы вы видели какого размера это ниша вот классическая аптечка которая продается на любом авторынке ставим ее на место далее коврик конечно же я покупал отдельно в автосалоне денег пожалел решил купить на рынке но вам скажу это стоит гораздо дешевле дальше коврик такой прорезиненный видите он достаточно мягкий сразу хотел с пластика взять досмотревся обзоров но потом решил что все таки возьму прорезиненный почему будет меньше царапать в этих местах где делать соприкасаются с пластиком так что резиновый коврик ребят однозначно будет лучше дальше что у нас здесь интересного здесь у нас вот такого типа ковролин находится чистенько аккуратненько вот здесь вот есть такая дырочка ребят дырочка обратите внимание вот сюда вставляем пальчик и поднимаем смотрим что у нас здесь обратите внимание пресловутый известный донкрат пластиковый который еще ни разу не открывался с автосалона ключ для снятия колес и для шворки прикручивается такая штука далее что здесь есть ниша можно вложить разные мелочи ведь я здесь один тушитель положил и вот такой вот крючок есть это для снятия по моему колпачков в других модификациях в дисках автомобиля если я не ошибаюсь что вот это вот напишите в комментариях ребят если кто-то знает для чего точно этот крюк нужен дальше вот здесь вот тоже есть ниша сюда можно ложить разные мелочи кстати материал это пенопласт я сам когда смотрел данную машину на обзорах не понимал с чего она сделана ребят пенопласт но достаточно крепким здесь вот такое твойлочное покрытие для шумоизоляции в принципе неплохо ребят так что у нас еще здесь это тоже кстати форма с пенопласта сделано вот такой вот у нас ребят достаточно большой багажник поэтому перевозить даже дальномер удобно видите сиденье разлаживаться два к одному если кому-то нужно я пока не возил пока не нужно ребят что еще из интересного из интересного здесь еще представлена вот такая вот розеточка тоже кстати не пользовался еще попользуюсь расскажу покажу вот здесь разные крючочки такие есть для пакетов вешать удобно здесь тоже самое видите эргономика сделала неплохо салона причем я вам сказал на высоте в классе автомобилей подобного типа лучшего наверное будет только у шкода и то в самой жирной комплектации тысяч за 15-16 долларов ну я имею ввиду рапида конечно если сравнивать поэтому советую ребят если нужен хороший багажник вместительный большой лада веста в этом плане просто на высоте ну что ребят я думаю вам мой обзорчик сегодня понравился ставьте лайки и подписывайтесь а мы снимем для вас еще много интересных видео всем пока пока удачи на дорогах мы на в в в в в